Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня суббота, 30 августа. Впереди у нас два выходных. А это значит, что самое время нашим хозяюшкам заняться заготовками на зиму. Благо, овощей сегодня на рынке вполне достаточно. Да, дело-то, конечно, хлопотное, но оно того стоит. Вот представьте себе, зима, холодно, мороз, снег за окном уйдет. Ну, можно же об этом помечтать. А вы картошечки отварили, маслицем полили и на стол достаете. Помидоры маринованные, огурцы соленые, икру баклажанную заморскую. Что скажут вам ваши родные и близкие? Спасибо, мамочка, за такую вкуснятину. Ты у нас самая лучшая на свете. Так что, дорогие хозяюшки, не откладывайте, идите на рынок, занимайтесь заготовками. А я хочу вам сказать вот, что сегодня мы вам покажем. В прошлый раз мы вам рассказывали об удивительной женщине, которая живет в поселке Московском. И она рассказывала о том, как правильно выращивать и ухаживать за томатами, чтобы собрать хороший выражай. В этот раз она поделится секретами выращивания сладких перцев. Так что я с вами прощаюсь. Вам хорошего, приятного просмотра. И снова здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. С вами программа «Сад Огород». И вновь мы в гостях у замечательной, просто прелестной женщины Анны Алексеевны. Сегодня она поделится с вами еще одним секретом. Как вырастить перец, болгарский перец, ну просто невероятный, невероятного размера. Ну я боюсь, даже моей ладони, наверное, не хватит. Вы сами сегодня прекрасно все увидите, услышите. Ну я кажется, уже просто лишнее в кадре. Анна Алексеевна, вы готовы? Готова, готова, готова. Галя, здравствуйте. Доброе утро. Доброе, доброе утро всем. Анна Алексеевна Угневенко, специалист в области овощеводства. Окончила Всероссийский сельскохозяйственный техникум в Загорске. В 28 лет проработала на известном в России тепличном комбинате «Южный», где начинала свою деятельность в качестве мастера овощевода. Затем была бригадиром, далее управляющим 12 масштабных блоков. Работала в основном в мужском коллективе, где пригодились ее волевые качества характера. Шесть лет назад приобрела небольшой участок. И, недолго думая, вместе со своими замечательными соседями, решили объединиться, снести все раздельные заборы и поставить небольшие теплицы, где на сегодняшний день выращивается более 150 сортов томатов, а также огурцы, болгарский перец. Кстати, последний Анна Алексеевна выращивает невероятных размеров, очень вкусный и ароматный. А теперь полезная информация к размышлению. Сегодня мы в нашей передаче поговорим о перцах. Перцы бывают разные. Перцы бывают комнатные, перцы бывают кустовые, перцы бывают вьющие. Вот в данный момент мы поговорим о красном заборе и желтом заборе. Поговорим о том, как его выращивать, как его вести и поговорим о том, как проводить профилактические обработки, чтобы перцы росли прекрасно. Для того, чтобы хорошо перец давал урожай, нужно начинать с почвы. Почву мы готовим с осени. На данный момент здесь у нас вот лежит солома. Не солома, а трава скошена, свежескошенная травка. Я уже говорила, что травка у нас на почву укладывается для того, чтобы солнышко не перегревало нашу почву, и влага сохранялась как можно дольше у наших растений. С осени мы все это перекапываем и вносим свежий навоз. Зимой поливаем. Там работает у нас прекрасная, создается микрофлора, и работают у нас червячки. Вместо нас они работают. Почему? Потому что мы химией не пользуемся, даем возможность расти растениям, как в природе. Здесь вот у нас красный забор. Обратите внимание. Смотрите, уже начал спеть перчик. Веду я его в два ствола. Пасынки тоже удаляю. Вот пасынок, смотрите. Вот это вот здесь перчик, вот будет перчик, а это пасынок. Этот пасыночек удаляется. Дальше вот этот пасыночек уже большой. Жалко, жаба душит. Я его просто макушечку защиплю. А здесь снова пасынок удалю. Оставлю два перчика. А пасыночки удалю. И поэтому в два ствола они у меня будут расти и давать хорошие плоды. Все, это лишнее. Вот таким образом я его формирую. Это красный забор, а это вот желтый забор. Я даже сорву его. Срежу сейчас. Нет, аккуратненько, вот так. Смотрите, какой перчик. Красавец. Ладошка моя. Вот так. Ну, сантиметров 28, наверное, есть. Хороший перчик, прекрасен. Красный перец, он тоже вырастает большим, длинным этот сантиметров. Так. Ну, 20 есть. Хороший. Вот можно вырастить красный забор и желтый забор. А для того, чтобы был вот такой красивый листочек, для того, чтобы растение было живое, нужна профилактика. Профилактика для растений, чтобы они не болели. Что мы для этого делаем? Я сейчас вам покажу один профилактическую работу, какую мы делаем. Если кому-то понравится, пожалуйста, применяйте. Это очень для огородников удобно и хорошо. Тем более дешево. Все. Смотрите, для того, чтобы сделать раствор для обработки по листу, я вам покажу на двух литрах. Вот здесь два литра воды. Сюда примерно мы вливаем 100 грамм сыворотки. Сыворотку можно брать как можно кислее. Если у вас нет сыворотки, вы можете купить простоквашу, можете купить кефир, можете купить айран, чтобы он кислый был. Процедить хорошо, потому что будете обработку делать через распылитель. У меня вот такой. Вливаю сюда где-то, я вливаю на глаз, вы можете записать. Это на 200 грамм, 100 грамм на литр. Влила туда 200 грамм сыворотки. Затем покупаем таблетки метронидозол. Эти таблетки продаются во всех ветаптеках. Они нужны не только растениям, они нужны и животным. Здесь у нас 2 литра, поэтому на литр мы берем таблетку. На 2 литра берем 2 таблетки. Предварительно мы их, эти 2 таблетки хорошо раздавим. Вот таким образом. Превратим в порошок. Нажатием нашим сильным. Вот порошочек получился. Видите? Это на 1 литр мы сюда сейчас помешаем потом. И вторую таблетку точно так же. Метромидозол – это заменитель трихопола. Знаете, инфекцию все убирают, поэтому мы его здесь и применяем. Работаем большую часть с аптекой. Аптека лечит не только нас, но и наши растения. Все с таблетками покончено. Берем йод. Йод на 10 литров мы берем 15 капель. На 2 литра сделаем. 5 капель примерно. Все. На 2 литра 5 капель сделали. Вот так. И для прилипаемости запах, конечно, отличный. Прям хорошенький. Хорошо размешиваем. И чтобы наш раствор остался на растениях, на листочках, и как можно дольше работал, мы на 10 литров берем 3-4 ложки примерно. Одну ложечку нам вот на 2 литра будет достаточно. Это дегтярное жидкое мыло. Если только у вас нету дегтярного жидкого мыла, дегтярное жидкое мыло можно купить в аптеке. Свободно продается. Вы можете заменить другим жидким мылом. Но я бы советовала именно дегтярное мыло. Потому что здесь запах дегтя. И он тоже будет действовать на наших вредителей. Если они таковы есть. Работаю вот таким распылителем. Он очень удобный. На 2 литра. Заряжается электрически. Очень удобно и хорошо. Сейчас я переливаю готовый раствор. Это уже раствор готовый. Переливаю его в наш распылитель. Вот так. Чуть-чуть осталось за счет того, что добавила сыворотки. Так. Закрываю. Вы видите, у нас в теплице забеленная. Поэтому здесь в теплице солнышко не светит, так как нужно. Не обжигают наши растения. И обработку я сейчас утром делаю по листу. Ее можно делать в утренние часы и в вечерние. Ни в коем случае при солнышке не делать. Я включаю. Это регулируется. Можно вверх, можно вниз. Можно как хотите. Как вам удобно. Нам нужно скупать растения. Не просто побрызгать, а скупать. Вот, к примеру, на одном растении я это и покажу. Смотрите. Я включила. И он пошел. Мелкий распыл. Вот снизу доверху. Все листочки. Все листья намочила. Листочки сейчас мыло прилипнет. А наша сыворотка и таблетки с йодом сделают свой результат. Вот так. То есть купаю так, чтобы с него все текло. Это называется профилактическая обработка. Если вы будете эту обработку делать каждую декаду в определенный день, то растения будут у вас здоровыми и чистыми. Ядом вы можете и не пользоваться. Соблюдая влажность теплицы, если это теплицы, если на улице регулярный полив. перец любит купание. В жаркие дни он любит купаться, чтобы сверху вы его увлажняли. Тогда клещ, он любит перец. Но клеща не будет, если вы будете его профилактически обрабатывать и влажность соблюдать. Галя! Я здесь. На малине была? Я была на малине. Анна Алексеевна, спасибо вам огромное за такой урок для наших садоводов, дачников, огородников, для мальчиков и девочек, как вы говорите, для мадамов и джентльменов, для всех, кто любит землю. Землю, прежде всего. Конечно, спасибо огромное. Друзья, я надеюсь, что эта встреча не последняя и Анна Алексеевна непременно поделится с нами еще своим безграничным просто багажом знаний и опыта. Я буду рада, если мой опыт и если мои знания помогут дачникам в их делах. Всем хорошего урожая, прям, что называется хорошего урожая. Любите землю, любите растения и они вам отдадут все. Большое спасибо, пока-пока! Пока-пока-пока! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok